Всем привет, друзья, с вами ОЧЁМ. Сегодня я вам покажу мод на Майнкад Данженс до нашего Майнкада Бэрдека. Интересно? Поставьте лайк! С первого рту я хотел начать обзор все информации. Этот мод был сделан по ДНС Майнкад Данженсу в ОСЕ ПИКИ. И еще одна. Вы хотите еще такой мод, но озаботчик об наним мод. И я вот вам показываю. Если интересно, я уже сделал обзор на ту вещь и мода. Вот вам сказка на экране, либо посмотрите в описании. Там найдете ссылку на мод и на прошлое видео, на прошлое версию этого мода. Давайте приступим к мопам. Ну, первый моп это Ампимист. Их бывает три вида. Ну, вот сами видите, как отличаются. Во-первых, по их текстуре. То есть, во-первых, вот такая. Во-вторых, текстура уже красная. И есть такие напитчики. И больше деталей. А у этого уже есть, во-первых, целая текстура. И лужак на спине. И еще у них разные топоры. Давайте возьмем эти топоры. Ну, это амазный, но обычный топор. И лучный топор. Их можете скрафтить. И либо выбрать из них. Из них выпадает сиреким самцем вот такой примет. Это называется лог вета. Он активхакт. Семенович покажу его. Ну, механику. Так. Вот тут у нас два моба. И... Немного... О! Немного баганая штука. И не сейчас работает, но... Оно будет очень полезно. Если вас будет зажимать много мобов. То обратите, как вылетают. Очень полезно в горах. У аппемистов есть свой уникальный данс. У этом моде. Вот такая басня. Давайте я возьму сейчас зелье. Ночного... ...зрения. То там есть тени. И будет вам плохо видно. Вот лучше. Давайте с первого этажа. Ну, тут похоже, случится небольшой баг. И тут не так загенерировать. Ну, ничего страшного. Вот... На втором этаже у нас тут есть проблема в виде двух озарителов. Но тут есть судокиси интересным рутом. Давайте приступим к следующему этажу. И тут уже чуть больше декорации. Тут есть уже крестные полки. И как видите... Ну, я уже расскажу. Это призыватель Ветта. Этого моба мы попозже осмотрим. А пока... ...заточимся на этом дансе. Ну, тут тоже судоки разные. Только еще тут уже у нас... ...стой ручника. И вот такие стоят. На этом этаже... ...уже очень много декорации. Тут уже обоих... ...покрасивее. Во-первых, тут и... ...возь... ...их... ...самганы. Капитан... ...это... ...башни... ...то носит... ...фак... ...самганы. Ну... ...правда, если не большой бак, если текстурит... ...наверно... ...хотя я передать, то он... ...очень... ...как у Майкеджа Дашичи, он был... ...больше остальных и похожий с их головой. Немного не осветали. И вот небольшой бак, но ничего страшного. Ну, как видите, тут округа цветки и, конечно, судучки. А тут у нас растёт дерево. Ну, больше тут ничего нету. Вот такой очень интересный даньс. Мы осмотрели только что. Ну, как... А теперь осмотрим... ...призыватель вето. Как видите, у него есть уникальные частицы вето. И, как видите, он очень необычный моб. Во-первых, у него есть... ...две атаки. Сейчас я вам покажу. Например... Здесь у нас жричий. Вот, наш жричий. Вот ставим ту жричие. Как видите, он призывает такой вихрь и подминает нашего жричия вверх. Так же работает с игроками. Но если у него слишком много починников, он... Ну, сами видите, а как от лога. Можно сказать. Ну, вот ещё упал. Попадать из этого моба, и заметить редким шансом, вот такая кига. Если её активировать, сам не можете переживать такие вихрь, но эта кига, она только один раз работает. Ну, смотрите, я сейчас покручусь в звание, чтобы вам посмотреть. Всё, кига закончилась. Она разная. Вы, наверное, уже давно заметили, что у нас у этих горах спалится новый тип дерева. Это дерево называется ветряное, и оно очень необычно выглядит. А теперь я вам покажу ещё один необычный танк. Среди лица улагана. Вот так оно выглядит. Странная, конечно, на вид структура на первый взгляд. Но вы ещё не видели, как всё внутрь выглядит. Наверное, пытаясь создать, как выглядели в Майкодажнице. Вот тут вам покажу следовшего моба. Это Сакарный Горьм. У него есть очень интересная механика. Как видите, тут у нас есть громко. Если мы нажмём, Вы получите, во-первых, армазный шуток. Ещё загорится вот такой бок. Ещё, как видите. Но У Горьмов, у этих, есть интересная Штука. Пока вы не активируете этот кистал, Они будут просто стоять. Как статуи. А когда вы активируете, Опа! Вот Они уже двигаются. И так у них просто Кутай анимации. Просто ВАУ! Сейчас я вам покажу их атаку. Начинается наша битва. Как видите, у них только один тип атаки. Вот так махать руками. Но Знаете, очень красивые Смахи делают. Вот, сейчас покажу. Ну, давай, бей меня. Вот, смотрите. Вот такие, что на пыль поднимается. Либо это ветер. Ну, сами судите, что это. Просто вам показать. Какие у них атаки. А еще этот мод добавит вам новую тип бани. Апеннистское сооружение. Вы думаете, что в этом данже больше ничего нету? Нет. Тут еще есть. Просто надо Сомать вот эту Новую Дожки. И вы попадаете в секретный зал. С новым боссом. Горемом Буи. Модель. Просто Кутай. Как у Майкати Данженси. Ну, как видите, как все Горемом. Ну, с акканом Горемом. Его ниже не ударить, не побить. Он еще не активит. Он просто статура. Но если мы нажмем на эту гомбочку. Ну, сами видели. Активится Горем. И, опа. Все. Давайте я вам покажу чуть-чуть, что он умеет. Но я с ним не буду до конца сражаться. То с ним очень долго сражаться. И я вам расскажу почему. Вот. Сейчас я вам покажу. Если мы захочем внутри этого боя. Начинается спамить мосты. И, как видите, Горем почти ничего не делал. Просто махают сами руками, мечами. Пока делают всю работу их без песен. О, смотрите. Очень редкий спаун. Это же... Поражит зомби маленький. Или нет. Просто не каждый день вижу такой спаун. Ну, как видите, после какого-то времени спаун не отключается спаун. Поя это... То есть вам надо всех достать пока этот спаун. Все спауны выключатся на время. А потом... Ну, вам покажу 60. Только разберусь этой ванной спауна. Вот, видите, статуя оглушения. И можете его убивать. Вон у этой статуи бесполезен. Ну, пен. Ну, как видите, его пока не наносит урон. Опа. И как еще он... Видите, этот кардатчик и такие частицы. Он призывает на вас... Ну, как видите, монию. Вам надо много... Ну, я вам покажу его оттоки. И... Какая у него стадия. Больше мне вам нечем показывать. Насчет этого босса. Я с ним не буду сажаться. То это будет слишком долго. А ваше время не резина. Ну, короче, вы меня поняли. Ну, если вы победите Гоема Бури. Из него выпадет много желта и каменных капючей. И еще выпадет уникальный Данинго Руд. Вот этот... Ки... Если на русский язык переводить, это нос Монии. Короче... Он будет испанить... Монию. Опа, заряди Кипера. Давайте еще на кого-то испытаем. Это... Кино... Нос... Ну, я буду называть Кинком. А вот... На этих ребятков испытаем. Ну, у них просто здоровье побольше. Но... Оружие топовое. И... И плюс очень трудно достать. Он впадает только если убить... А... Гоема Бури. Поэтому... Не импанация оружия. Поэтому романное. Ну, все. Видео закончилось. Если обзор... То я знаю. По этот моду. Осказали. Поэтому... Если вам понравится обзор. Прошу поставить лайк. И подписаться на канал. Ну, всем пока. До свидания.